Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом грибной икры. Это вкуснейшая икра по бабушкиному рецепту. Этот рецепт мне передала моя бабушка. И уже много-много-много лет я готовлю икру именно так. Значит, для икры нам потребуется опята. Здесь вот у меня 3 килограмма, ровно 3 килограмма опят. Здесь в основном преимущественно плотные ножки. То есть шляпки я замариную, а вот плотные ножки, либо уже грибы переросточки, я отварила в течение 30 минут после закипания. И вот так вот они у меня теперь выглядят. Для икры ножки плотненькие, вполне пригодны. Смотрите, какие они толстенькие, то есть не пустые. И грибы это были не переростки, а буквально вот такие вот свежепоявившиеся, скажем так, опятки. Еще нам потребуется на 3 килограмма грибов 4 помидора, 7 морковок и 6 луковиц. Также нам потребуется уксусная кислота в дальнейшем и растительное масло. Но вот для начала такой набор ингредиентов. Под видео я еще раз продублирую в письменной форме набор ингредиентов. Первым делом мы, конечно же, займемся луком. Чем мельче вы порежете лук, тем быстрее он станет прозрачный на сковородке. Поэтому уделите этому внимание. Далее мы займемся морковкой. Морковку нужно будет потереть на самой-самой крупной терке. Морковки много. После того, как вы потерли морковку, в сковородку заливаем 100 миллилитров растительного масла. Высыпаем лук. Помешиваем его. Ждем, когда он станет прозрачным. Главное, чтобы он не подгорел, потому что, во-первых, нам не нужен темный колор, а во-вторых, не нужна лишняя горечь. Теперь мы присоединяем морковку. И теперь смешиваем в сковородке все наши компоненты. И также будем периодически помешивать, потому что нам также важно, чтобы ни лук, ни морковка не подгорело. Накроем крышечкой и протушим 5 минут. После того, как протушим, мы будем крутить через мясорубку. Первым делом, конечно же, мы будем крутить через мясорубку наши грибочки. Вы также можете воспользоваться не мясорубкой, а, например, блендером или кухонным комбайном. Но в таком случае грибы будут перетерты в пюре. Я не люблю, когда грибная икра как пюре, и я люблю крупные фракции. Поэтому я кручу на старой бабушкиной мясорубке. Мясорубка, кстати, 1988 года. На ней так и написано. Также к грибам мы подкручиваем и нашу овощную смесь, и помидорки, которые я порезала на несколько частей, чтобы удобно было крутить. И вот так вот все крутим, пока не закончатся наши ингредиенты. После того, как ингредиенты закончатся, мы в сковородку вольем 200 мл растительного масла. И все, то, что мы перекрутили на мясорубке, переместим в сковородку. Поскольку у нас все ингредиенты были неравномерно прокручены, да, то есть не соединились еще, мы это будем делать в сковородке. То есть мы будем мешать, перемешивать и пытаться соединить все компоненты. В таком вот виде, после того, как вы все перемешаете, нужно будет 10 минут протушить. Но, тем не менее, периодически вы должны будете заглядывать в сковородку и помешивать, чтобы наша масса грибная не подгорела. После всего вы еще на 20 минут оставьте тушить и также помешивайте. И лишь после этого нужно будет посолить. То есть в общей сложности пройдет 30 минут и вы будете солить. То есть масса немножечко уже уменьшится в размере. Вот. И в общей сложности нужно протушить 30 минут. Далее нам нужно прокипятить крышечки. После того, как крышки закипят, нужно прокипятить 5 минут. И также заниматься баночками, стерилизацией. В баночку нужно на сантиметр налить воды или в баночки и поставить их в СВЧ. Отключить на максимальной мощности на 3 минутки. Баночки, таким образом, очень быстро простерилизуются. Когда они простерилизуются, вы их вытащите. И если вода вдруг осталась, то ее просто нужно вылить в раковину и баночка уже готова. И теперь нам нужно в икру добавить уксус. То есть икра наша протушилась 30 минут. И мы добавляем столовую ложку 70% уксуса. И также, конечно же, мы все хорошо перемешиваем. И через 3 минутки полностью наша грибная икра готова. Теперь нам нужно в баночки переложить грибную икру. Но имейте в виду, что если икра горячая, а баночки холодные, то они, скорее всего, треснут. Поэтому, если у вас баночки холодные, то остудите икру. Если же и баночки икра горячие, то все здорово. Можно сразу же накладывать, раскладывать по баночкам икру. У меня получилось 4 баночки. 2 баночки 0,5 и 2 баночки 0,7. Также получился контейнер, который я буду кушать в ближайшее время. Икру из контейнера. Надеюсь, вам рецепт понравился. Очень хочу, чтобы вы приготовили по этому рецепту икру, потому что она получается великолепная. Не пожалеете также для меня лайка и комментария, потому что мне будет очень-очень приятно. Я буду с вами прощаться. Ваша Леси и канал Леси Китчен. Приятного аппетита! Кстати, такая икра может храниться целый год в холодильнике.